Меня попросили наши зрители выяснить с вами, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что они очень многие запутаны. Вот, например, для очень многих было хорошо. Было хорошо, можно было строить планы. Пришел вирус, стало плохо. А вы говорите, хорошо. Вот, например, Америка, да? Вот была Америкой, объединенной Европой была объединенной Европой. Было хорошо, хотели люди там жить. Сейчас Америка разделена на лагеря, там ненависть существует сильная. Неизвестно, что будет с Европой. Похоже, не будет этого Единого Союза. Стало плохо. А вы говорите, хорошо. Антисемитизм вырастает в мире. Это плохо. Я боюсь сказать, что вы говорите, хорошо. Но все-таки, знаете, и все-таки. Дальше еще тут мир потерял цель практически. Нет цели. Тупик. Очень у многих. Ну и многие это ощущают. Вот это самое хорошее. Вот вы говорите, это хорошо. Да. То есть, вот тут это, знаете, напоминает вот это вот, помните, Маяковского. Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Да. Ну вот, если можно вот так вот по полочкам немножко, можно разложить, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо это, когда мы движемся вперед в правильном направлении, которое заложено в природе, а не которое пишут люди. Создали какие-то там великие умы, да? Умы там, да, академии, всякие марсистско-ленинские или там капиталистско-социалистические или еще какие-то там ищеские. А вот тут ничего нет. Природа так дает нам хороший толчок. Так. И мы движемся вперед, и поэтому это хорошо. То есть, все, что создано умом человеческим, по большому счету, да? Плохо. 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 Да. Если мы двигаемся и так пытаемся двигаться приблизительно хотя бы в соответствии с природой, это уже хорошо, да? Если движемся по неволе, куда она нас толкает, то это хорошо. Но если мы движемся по неволе, мы же себя ощущаем плохо, понимаете? Ну да, но это хорошо. Вот здесь весь камень преткновения. Дело же не в том, чтобы чувствовать себя хорошо, а идти к плохому. Дело в том, чтобы идти к хорошему. А к хорошему это куда толкает природа. То есть к хорошему мы можем идти только если чувствуем себя эгоистически плохо, да? Да. Вот прямо вот так вот, это как формула такая. Да. И то есть, если мы себя плохо чувствуем, что сейчас мы в тупике, да, потеряли ориентиры. То это очень хорошо. Это хорошо. Из этого мы найдем хороший выход. А вот как нам услышать природу? Невозможно же человеку-эгоисту как-то услышать ее, как-то с ней двигаться. Надо просто подумать, где мы живем, что это за природа. Пророда интегральная, глобальная, в которой все существует в гармонии. Вот давайте мы сделаем то же самое между собой. Давайте немножко вот, что вы подразумеваете под словом природы? Вот это тоже очень много вопросов. Что это? Природа – это не живое растительное животное и самое главное – человек. Люди, которые между собой должны достичь взаимной связи, доброй. И тогда все будет хорошо, все прекрасно. Это не детские сказки, это просто закон природы, что все должно быть взаимосвязано. Ну, природа – это что-то нас окутывает, да? Внутри чего-то мы находимся, это же природа, правильно? Это когда мы начнем между собой соединяться в одно такое глобальное, целое, во взаимную добрую зависимость, взаимную помощь, с пониманием того, что именно так надо жить, вопреки нашему эгоизму мелкому, такому мещанскому, то тогда мы начнем чувствовать, что вся природа, она такая – замкнутая, альтруистическая. И внутри этого состояния, такой тесной, теплой, нормальной связи, мы начнем ощущать себя существующими совершенно в ином мире, в иной среде. То есть мне вот только эти усилия по направлению к другому, такие добрые, сделать, и я начну потихонечку ощущать этот закон природы, да? Да, да. Причем это все написано в Библии, где угодно, никто с этим не может спорить, просто надо это реализовать. Идеологически с этим все согласны. Никто не скажет, что нет. Самые жуткие бандиты кричат, что они за правду, за справедливость и так далее. Да. Так что нет с этим проблем. Проблема в том, как реализовать это. Реализовать это мы не можем. Были уже попытки. Социалистов, коммунистов, троцкистов, кого угодно. Так? Не можем реализовать. А сейчас нам природа это и помогает, делает это за нас. То есть мы не могли реализовать эту связь, да? Да. Добрую связь между нами. Не могли? Нет. Но пытались все время, похоже, да? Ну да. Были всякие течения, конечно. Ну вот, возьми сам... Утописты. Ну, утописты вообще, знаешь, создать города, в которых будут теплые, добрые отношения. Да. И не смогли. Почему? Усилия же были. Не было методики. Не было плана, программы. А сейчас это все уже близится к реализации. Стихотворение еще заканчивается. Помните? Мальчик радостно пошел и сказал, «Кроха, буду делать хорошо и не буду плохо». Так вот. Ну, это будет так с мальчиком. Да? Да. Будет. Будет делать хорошо. То есть мы перейдем к этому состоянию. И еще один очень важный вопрос. Очень важный. Да. А вот люди, которые... Вот, я не знаю, пенсионеры, которые живут только на свою пенсию, те, у кого только достаточно на эту жизнь, у них вот это останется, у них это не отберется, просто с надеждой спрашивают. Нет, да? Эти как раз, да? Природа сделает так, что у всех будет все в необходимом и достаточном количестве. Не меньше и не больше. И таким образом настроить человека на правильное отношение ко всему. То есть ваш призыв сейчас – это услышать природу, положиться на нее и потечь вместе с ней. Да. Да, 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 да. Все спокойно, так, чтобы все и было. А самое главное – это раскрыть новый мир в правильном общении между собой. Там все.